Все интервью у нас начинаются как... Всем привет, меня зовут Михаил Исаев. Сегодня я отвечу на все ваши вопросы. Аркадий Высовский спрашивает, как пришел к этому занятию, были ли моменты, когда хотел все это бросить? Где-то в 2005 году я увидел небольшой ролик от Себастьяна Фука по телеку. Первое, что я сделал, как только увидел ролик и начал скакать по дивану. Потом я встретил друзей, и мы решили вместе скакать. Только уже не по дивану, а на улице. Таких моментов не было, я всегда понимал, что я буду этим заниматься, пока тело будет позволять мне это делать. Следующий вопрос спрашивает Никита Поступальский. Где обещанные тутеры? Йоу, чувак, я снял один тутер, а остальное потом, ладно? Я только переехал, мне тут даже камеры нет. Что за тутер будет? Ну вообще я по трику начал, сначала Гамби, потом я больше всего хочу сейчас снять тутер на рандат. Те, кто в системе поймут. В теме, я думаю, все будут. Павел Павлов спрашивает. Сколько элементов было в твоей самой длинной связке? Если акробатская связка, то по-моему примерно 24. Если фриранская связка, сейчас считаем. Раз. Каждый кувырочек, кувырочек. Если ролл считать, то это да, так... Колесо 15, 2, винтаж 16, 16 по фрираму. Это самое длинное? Да. Ты уверен в этом? Может, что-нибудь не помнишь? Может быть, может быть. Диму Матуш спрашивает. С кем работаешь и как зарабатываешь на жизнь? Ну, в данный момент, уже месяц, как я переехал в Москву, меня вообще сюда затащил Алекс Ди. То есть, вообще, огромный респект ему за это. Без него у меня бы не было такой крутой работы и такой жизни. Так что, сейчас я работаю на выступлении вместе со Скиллз. Скиллаз? Скиллаз, да. Скиллз, это у нас спонсоры просто. А, Скиллз, я понял. Владислав Токарев спрашивает. Что для тебя паркур? Так, ну, для меня паркур это способ саморазвития и физически, и духовно. Естественно, как спорт. То есть, я хочу чего-то добиться, раз я начал заниматься. Соревнования, какие-то регалии добиться, которые я хочу. И на этом успокоиться. Как относишься к заявкам на Рудбуле? Кто прошел, кто не прошел? Как к этому отношишься? Я, в принципе, понимаю. Там, я так понял. Чего тебе не хватило, так сказать? Ну, мне не хватило убрать песок из моих видосов и встать на ноги на винзатке. Никита Пступальский спрашивает. Какая самая нелепая ситуация, в которую ты попадал? Как-то раз на паре, не помню какая пара, по-моему, биология была. Я сидел, меня дико распирало в животе. Дико. Я сдержался, как мог прям. Сзади один чувак подходит и просто мне по ребрам как ебашит, точнее ударяет с руки. Я очень сильно пернул. Весь класс это слышал. Это было нереально громко. И запах стоял, наверное, минут 5-10. Несколько человек просто вышли. Это было весело. Прям на урок? Да. Алексей Франк спрашивает. Любимый элемент? У меня любимый элемент трикерский. Это корк-шурикен бокс-кат. Это типа ногу подхватывать? Корк-шурикен, это короче корк, только одна нога сразу раскрывается, вылетает как удар. И потом ты корк перекручиваешь и выносишь еще второй удар. Даня Калинин спрашивает. Были ли жесткие травмы? Жестких? По-моему, не было. Максимум, что я сделал, это сломал руку. Слава Силин спрашивает. Состоял ли ты в каких-то командах, помимо ПКФР Крю? Если да, то в каких? Первая команда вообще, откуда я вышел, это ПС, называется Поглощенной судьбой. Можно Поглощенные сучки. Оттуда потом мы выбрались в нормальную команду, которая называется Авиакуб. Она сейчас существует, в Тольятти как раз. Творческое объединение тогда. Да, так сказать, ну и как команда тоже. Также в Ави состоял, не знаю, что сейчас с ним. Рип. Да. Потом в Скай Тим, это самарская трикерская команда. И сейчас я в Скилласт. А, ну и ПКФР. Тут уже помимо, все уже знают. Слава Фунтусов спрашивает. Назови на твой взгляд топ-5 самых сильных трикеров Рашки. Илья Вторина, конечно, напоминать не буду. Давай убыточно. От пятого к первому. Убыточно, от пятого к первому. Наверное, Алексу четвертое. Алекс Ди получается. Андрей Овчинников третье, Кистанкин второе и Вторин первое. А пятая? Пятая. Пусть ты будешь, да. Есть один крутой перец из Якутии, по-моему. Я вот забыл, как... Блин, сорян, парень. Я забыл. Парень из Якутии. Да. В видосов сможешь найти? Блин, да, попробую. Ну все, мы туда вставим. Окей. Андрей Андреев спрашивает. Почему ты такой псих и откуда такая мотивация? Насчет психа, на самом деле, очень много страшно чего делать. Вот я сейчас пришел на площадку и обычные, там, не знаю, 360 Акурос, мне было очень страшно. Так я просто очень долго подготовлюсь к элементу и натренировываю его. Уже потом делаю все это в связках. А мотивация, она всегда одна, типа, в развитии. Надо быстрее развиваться, успевать за всеми и поддерживать форму. Даня Акро спрашивает. Давно ли знаком с Алексом Диевым? Ну, понятно, что Алекс я знаю очень давно, хотя он не недавно. Знаком я где-то с 2014 или 2015 года. Но мы так очень мелко общались. Для меня он прям вообще высокий человек. Эталон. Да. И вот, как бы, нормально начали общаться вот только в этом году, месяц назад, когда он пригласил меня к себе. Никита Флинде спрашивает. Выкрутишь ли винт задний на плоскочей, а по скриптум на улице? Так, ну, если с Рандата, то в следующем году я уже планирую, да, хочу собрать кучу народа, всех, кто выживет на этом элементе, и синхрончиком сделать. Слава Игумну спрашивает. Самый страшный для тебя элемент? Три штуки. Первый самый такой не страшный, это противоход, back-to-back. Когда я его учился, это было прям непонятно, рандом полный. Я такой начинаю делать, и мне стреляет прям в голову, по всему телу от страха. Именно стреляет как ток. Я не понимал, что это такое. И у меня получалось, когда я примерялся, иногда получалось делать, а когда я прям пытался, стрелял жестко, и я такой, не, не, не. В общем, я его очень долго учил. Второй элемент по жесткости, хотя, может быть, не второй, это 360 конг на парапетах, которые я очень криво сделал, как раз на заявке о лом. Тоже очень дико страшно. Когда я разбегался, я почувствовал, что я в другой реальности. И самое жесткое для меня, по-моему, это на батуте четверной кувырок с ног. Я такой сразу без мата, ничего не видел, просто раскрываю, ой, летишь, точнее, понимаешь, что такое чувство, что может быть, ты сейчас умрешь, прям конкретно можешь умереть. И такой, ладно, летишь, летишь, крутишься, крутишься, такой раскрываешься, думаешь, где сетка, увидел, все, ништя. И один разок я чуть-чуть испугался, прям чуть-чуть, кручу, 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 раскрываюсь на тот момент и вижу сетку у меня вот здесь перед лицом. Я еле успеваю вот так руку выставить и кое-как выживаю. Иван Онухов спрашивает, чем занимаешься помимо паркура и фрерана? У меня есть очень плохая привычка, мне нравится все, я люблю заниматься всем, но, естественно, не довожу это до конца, потому что слишком много всего. Одним занялся, сразу другое захотелось. Сейчас, на данный момент, я хочу заняться информатикой, то есть когда-нибудь поступить на высшее образование в сфере IT. Ну и, в принципе, все. Там, фаер-шоу, каскадеринг, файтинг, все вот это параллельно с паркуром и триком учу. Костя Володин спрашивает, есть ли у тебя желание сгонять на агазринг? Да, есть огромное желание. Даже хочется вот когда, если вот АОМ выиграю вместе с Аэрвипом, то, в принципе, я могу оставить паркур на задний план и подготовиться к агазрингу, потому что его тоже хочу выиграть. У нас еще ПК ФР Баттл 3 скоро. Вот, да, да, надо к нему подготовиться. Татьяна Дунаева спрашивает, как попал в состав скилаз? Вообще, вот у нас команда Виаклуб, мы любили придумывать всякие танцевальные штуки для, как называется, сцены. Для коммерции. Для сцены, да, для коммерции, для сцены. И потом появился кастинг Дюс Алей. Я подготовился к нему, приехал, там проявил, по-моему, все, что я мог показать. А там также был Алекс, Али и Рус Мубаев, вся команда, вся тима. И я увидел, как они там показывают свою тему синхронную, прям выступили под музыку. Я так вдохновился, это просто прям, столько эмоций меня вызвало, а я не эмоциональный парень. Я прям закричал, хочу к вам. И все, на этом я как бы все. Просто, ну, выставил свое мнение. И как-то через месяц примерно мне звонит Алекс. Я такой сижу в туалете, такой, ни о чем не подозреваю. Мне так, хоп, Алекс через 20 звонит. Я такой, нифига, алло. И он говорит, есть работка. И я такой, окей. И подваливаю на работу вообще, так что он меня круто устроил. Благодаря нему, в принципе, здесь. И отработал первую работу, вторую и остался. И оказался с ними. Валентин Тарана спрашивает. Мешканец, откуда столько выносливости? Ты следишь за дыханием во время длинных трасс? И как правильно это делать? Ну, я не курю вообще. Даже кальян не курю. Один раз, правда, было, когда я хотел колечки поправить. Больше этого не делал. Вейп не пробовал? Нет, вообще ничего не пробовал. Сколько мне уговорить, не получается. Пью, ну, тоже вообще не пью, хотя не знаю, как это влияет. Бывает, бегаю по утрам. Где-нибудь перед соревнованием за 5 дней побегаю по утрам, и все, ништяк. И раньше я тренировался на износ. Допустим, приходишь, тренируешься, потом делаешь типа кроссфит акробатский, и в конце кроссфита еще два винта наваливаешь прям постоянно, пока не сдохнешь. И после этого еще наваливаешь. И там уже появляется... Да, автоматизм. Да, там техника такая появляется прикольная. Она не прям красивая, но она дает тебе шанс встать в каком-то состоянии неба. В принципе, да. Просто, наверное, за счет этих тренировок. Слав Юрков спрашивает. Миша, что тебя больше симпатизирует? Фриран или трекинг? И то, и другое. И не то, и не другое. Как бы одинаково вообще. Мне нравятся оба движения. В одном ты как бы просто используешь свое тело для показа каких-то крутых вещей, а в другом ты используешь свое тело, чтобы перемещаться, и тоже круто показывать свои вещи. Там немножко разные атмосферы, и они обе очень крутые. Какую музыку тренируешься? Я достаточно эпичная. Я люблю эпическую, мощную музыку. Ну, вот как на Red Bull тебе заявки там. На скрипках и то, и все. А, да, нет, еще пожестче люблю. Там. Ну, без икрова, конечно. Ну, и последний вопрос на сегодня. Спрашивает Михаил Ерохин. К чему ты стремишься сейчас? Сейчас я стремлюсь к тому, чтобы мое тело чувствовало себя хорошо, потому что я уже боюсь тренироваться нормально, прям мощно. Потому что боюсь, что это отразится на моем состоянии, давление и всякая такая хрень. Типа, мне уже 22 года, я чувствую себя как разваленный. Поэтому сейчас я думаю подкачаться, восстановить здоровье и начать поднимать уровень. Где-то 25, наверное, будет поднимать уровень. В общем, каум готовится моя цель сейчас. К AirVip. Ты поедешь на них? Не в этом году, но в следующем, думаю, да. Ну, потому что не хочу тратить свои деньги, но если здесь заработать, то приеду. И после этого начать думать, чем еще зарабатывать, кроме как прыжками. Скорее всего, высшее образование еще параллельно получится, пока я прыгаю. И все, не штабит. Так, окей, гайз, вы смотрели ПК-ФР интервью от Егора Скиты и Михаила Исаева. Всем успехов, следите за своим здоровьем, потому что это важнее, чем по прыгушке и слава.